Здравствуйте! Вы смотрите вечерний выпуск новостей. В студии Телли Гусейн Задея. В начале коротко о главном. В Азербайджане на территории Угузского и Шекинского районов будет построено новое водохранилище. Алиджан Чайм соответствующее распоряжение подписала президент Амалиев. Недопустимо рассматривать предложение диалога Армении как территориальные претензии. Община Западного Азербайджана осудила заявление, сделанное рядом армянских официальных лиц, о возвращении азербайджанцев в Западный Азербайджан. Подписанный с Азербайджаном протокол относительно национального боевого самолета «Кан» Турция рассматривает как новый знак солидарности между двумя странами. Об этом заявил президент Раджет Тайпер Дуган на выставке обороны и промышленности в Стамбуле. В России в центре Таганрога прогремел взрыв, есть пострадавшие. Минобороны Российской Федерации обвинил Украину в нанесении ракетного удара по городу. В Угусском и Шекинском районах будет построено Алиджанчайское водохранилище. Распоряжение об этом подписал президент Ильхам Алиев. Согласно распоряжению Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана, согласованием с Министерствами экономики, сельского хозяйства и местными органами исполнительной власти, поручено в пятимесячный срок на приоритетной основе определить населенные пункты и пассивные площади, которые будут обеспечиваться питьевой водой и оросительной водой, и представить комиссии меры по эффективному использованию водных ресурсов. Пятичасовая пресс-конференция премьер-министра Армении Николы Пашиняна вызвала неоднозначную реакцию в армянском обществе. Смехотворные заявления премьера мгновенно разлетелись на цитаты и мемы в интернете. Армянские СМИ провели опрос среди жителей страны. Многие респонденты считают, что Пашинян по-прежнему занимается пустословием. «Думаю, что Пашинян не может говорить всё, что вздумается. Он прекрасно понимает, в каком состоянии наша армия. Мы не готовы к новой войне. Нужно избегать провокационных заявлений. Говорит, всё без разбору нельзя. Не надо допускать новую войну». «Он не заботится о благополучии армянского народа. Два дня назад я увидела, как одна мать покупала сапоги для своего сына-солдата. Неужели в армии не могут обеспечить даже элементарной формой? Это очень печально. Говорят, что ситуация намного хуже, чем мы представляем. Я тогда отдала той матери немного денег и попросила отправить их её сыну. Почему наши солдаты нуждаются в сапогах? Это ужасно». «Что за эмоции у Пашиняна? Это было лицо без мимики. Он так спокойно говорил, словно ничего странного в стране не происходит. Как будто всё так и должно было быть. На вопросы про Карабах он отвечал так же, как и всегда. Подобные пресс-конференции используются для манипулирования мнением населения. Разговоры о скандальных баклажанах Анны Акопян мне также показались неуместными. Зачем премьеру опускаться до такого уровня? С какой целью он выставляет этот позор в соцсети?» «Какая ещё пресс-конференция? Его имя вообще должно быть стёрто с лица земли. Он враг армянского народа. Хватит терпеть его. Что он хотел донести? Его кто-нибудь серьёзно воспринимает?» Экономическое взаимодействие является основой постконфликтного миростроительства. Эксперты сходятся во мнении, что развитие торговых контактов между государствами, в частности между Азербайджаном и Арменией, сыграет важную роль в нормализации отношений. Стимулирование экономических взаимосвязей может способствовать разрешению конфликтных ситуаций в различных регионах в поствоенные периоды. Совместные проекты и предприятия позволяют не только укрепить деловое сотрудничество, но и развивать культурную интеграцию, считают аналитики. «Постконфликтная ситуация – это непростая ситуация, потому что здесь военный конфликт, было много погибших, и, естественно, она будет оказывать долгое время влияние на возможности и условия сотрудничества. Пока, конечно, о никакой экономической интеграции не может идти речь. Сейчас первичный этап – это налаживание основ сотрудничества. Для этого, конечно, необходимо заложить основы доверия. Проблема в том, что у армянской стороны еще шок от поражения. А мировой опыт показывает, что да, это один из основных путей налаживания отношений – это экономическое сотрудничество. Вот если в этом отношении у армянской стороны, если будет трезвый подход, то я верю в то, что какие-то позитивные сдвиги мы увидим». В этом контексте эксперты отмечают опыт разрешения конфликтных ситуаций на Балканах, Кипре и Северной Ирландии. По мнению аналитиков, все зависит от местного контекста и готовности сторон к сотрудничеству, политической воли властей обеих сторон. «После прохождения острой стадии политических каких-то недопониманий, конфликтных ситуаций, наступает время какой-то стабильности, фаза стабильности, которая сопровождается установлением экономических связей, отношений, нового мироустройства, порядка между какими-то рынками, регионами, государствами. История знает массу примеров, когда после конфликта были прекрасные отношения между странами. Это можно взять из истории наполеоновские войны, а можно взять Вторую мировую войну. И посмотреть сегодня на взаимоотношения Германии и стран Евросоюза. Вообще сформировалась новая какая-то организационно-правовая форма, экономическая форма в виде Европейского Союза». Главная ответственность за миростроительство лежит на странах и народах, выходящих из состояния конфликта, отмечают эксперты. Сегодня Азербайджан ведет последовательную политику налаживания добрососедских отношений, чего нельзя сказать об Армении. Армянское общество в целом должно понять, что будущее развитие Армении и вообще региона в целом во многом зависит от их понимания, какую они должны выстраивать политику взаимоотношений с Азербайджаном и в первую очередь в экономической области. Если это осознание будет, то мы увидим позитивные сдвиги. Если не будет, то вот это противостояние будет продолжаться. На первом этапе по отдельным отраслям экономических отношений, по отдельным направлениям выстраивание сотрудничества. А в дальнейшем уже, следующий этап уже можно говорить о каких-то интеграционных условиях развития сотрудничества. Вы сами видите, как только граница откроется между трубцами, сейчас и армян уже следуют за покупать проект. То же самое, вы имеете в виду, что осталось немного, вы знаете, немного осталось, что будет подписано этот долг, начнется постепенно интеграция. И с этим будет интегрировано наш общество в Карабахской области. Открытие новых транзитных маршрутов с вовлечением всех заинтересованных сторон, которые несут экономические блага для населения этого региона. Данное направление взаимодействия может послужить стартовой точкой налаживания отношений. Как раз вот именно экономика и будет способствовать этому прогрессу. Ну, не сомневаюсь, что экономика поставит все на свои места, и стороны за счет вот этих экономических связей, роста взаимодействия, нивелирует вот негативные последствия, которые ощущались на острой фазе взаимоотношений. Поэтому экономику надо делать ставку. И, конечно же, если будут жить люди, коренные жители территории достойно, то не думаю, что такая ситуация не устроит какую-либо из сторон. Безусловно, решающую роль в этом вопросе может сыграть разблокировка коммуникаций и открытие Зангизурского коридора. Этот грандиозный проект принесет выгоду не только Азербайджану и Армении, но и всему региону в целом. Самира Рзаева, CBC. Община Западного Азербайджана осуждает сделанные в последние дни заявления ряда армянских официальных лиц о возвращении в Западный Азербайджан. Это еще раз наглядно доказывает, что в Армении царит азербайджанофобия. В заявлении общины отмечается, что недопустимо рассматривать адресованное Армении предложение общины Западного Азербайджана о диалоге как территориальную претензию. Заявления армянских официальных лиц также говорят о том, что Армения очень обеспокоена вынесением в последнее время вопроса о возвращении Западный Азербайджан на международный уровень. Утверждение же о том, что западные азербайджанцы якобы не подверглись депортации, а покинули свои исконные земли, получив взамен компенсацию, вообще не соответствует никаким морально-нравственным ценностям. Недопустимо, чтобы предложение диалога общины Западного Азербайджана, адресованного Армении, рассматривалось как территориальные претензии. Заявления официальных лиц Армении также показывают, что эта страна в последнее время крайне обеспокоена выводом на международную арену вопроса о возвращении азербайджанцев в Западный Азербайджан. Тема продолжим с Зауром Садыкбайли, представителем общины Западного Азербайджана, юристом, политологом он к нам подключается. Добрый вечер, Заур. Добрый вечер, Телли. Вопрос прав выходцев из Западного Азербайджана уже выносится на международную арену. И что в целом интересно, почему так же беспокоит этот вопрос Армению? Понятно, что процесс переговоров сегодня необратимый характер. Приобрел, это один из моих тазисов. Это значит, что это необратимый процесс и ничего с этим не сделать. Понятно, что многие параметры переговоров, они уже согласованы. И последняя встреча, которая состоялась трехсторонняя с Шарлем Мишелем, Ильханом Алиевым и Николаем Пашиняном, мы подпомнили из заявлений, которые были, что тема возвращения западных азербайджанцев в Армению, она тоже обсуждается на переговорах. Это, конечно, нервирует представители армянского лобби, всех вот этих воспевал, всех тех, кто говорит, что он их поддерживает, часто все в Европе, другие силы и так далее. Поэтому мы видим, что они очень сильно нервничают, потому что понятно, что если это один из параметров переговоров, то в мирном договоре будет отражена, значит, этот параметр возвращения. Как это будет сказать, пока трудно, но, может быть, это будет в порядке квот. То есть я уже говорил много раз, армяне должны понимать, что невозможно проживание на территории Азербайджана армянской общины значительной без того, чтобы азербайджанцы смогли вернуться в Армению. Они должны это понимать. И на самом деле это хорошо понимают на уровне Евросоюза, Шармешли это хорошо понимают, Европа, они сами прошли этот путь. Да, значит, всем приходит на ум сразу вот это огромное примирение между Францией и Германией, как это все было, мы знаем исторически. Поэтому это все в Европе принимается, и по этому пути должны эти армии. Все остальное, я совершенно согласен с коллегами в предыдущих репортажах, всех, кто поддерживает эту линию, это просто политическое шоу. Заявление Пашиняна, трибуны, которые он публикует, других армянских политиков, какой-то какафония какая-то, все это политическое шоу, все это сделано только с одной целью, для внутреннего потребления, для электората. Ну и, естественно, в Армении тоже, на самом деле, есть еще силы, которые реваншистские, которые хотят реванши, хотят войны. И в армянском обществе, к сожалению, еще царит детоксинофобия, азербайджанофобия, с которой надо бороться. Для этого нужны программы, для этого нужна дезинтоксикация армянского общества. Спасибо большое, Заур. Я напомню, к нам подключался Заур Садык Байли, представитель общины Западного Азербайджана, юрист-политолог. Турция продолжит свои достижения в оборонной промышленности. Успехи страны и становятся источником вдохновения для других стран. Об этом заявил президент Турции Раджепте Эп Эрдуган во время выступления на Международной выставке оборонной промышленности IDF-2023 в Стамбуле. По словам Эрдугана, очередным этапом в отношениях между Азербайджаном и Турцией в области обороны и промышленности стало совместное усовершенствование боевого самолета КАН. Новое соглашение было подписано накануне между Министерством обороны и промышленности Азербайджан и турецкой компанией ТУСАШ. Подписанный с Азербайджаном протокол относительно национального боевого самолета КАН мы рассматриваем как новый знак солидарности между двумя странами. КАН совершит свой первый полет уже до конца этого года. Турция выступает за долгосрочное сотрудничество со своими партнерами, а не просто осуществление купли-продажи. Поэтому мы и впредь будем поддерживать дружественные страны и своих союзников. Запланированный на этой неделе визит президента Египта Абдель-Фатаха Ассиси в Турцию для встречи с президентом Раджабом Таебом Эрдоганом отложен. Об этом сообщил новостной сайт Египта Аль-Айн. Согласно изданию, причиной является участие президента Египта в форуме «Россия-Африка». Визит Ассиси в Турцию должен был состояться на фоне объявленного в этом месяце Анкарой и Каиром полного восстановления дипломатических связей между двумя странами. Турцию и Египет связывают глубокие исторические корни. Обе страны обладают общим культурным наследием на Ближнем Востоке и в исламском мире. Однако за последние 10 лет между двумя странами сохранялась напряженность. Отношения между Анкарой и Каиром ухудшились в 2013 году после свыжения египетского президента Мухаммеда Мурси. Анкара поддерживала Мурси и его администрацию и назвала приход к власти Абдуль-Фаттаха Ассиси антиконституционным шагом. Разрыв между Египтом и Турцией последовал после военного переворота в Египте в 2013 году. И признаки смягчения же именно этой политики мы видели еще двумя годами раньше. В 2021 году это было связано в основном с соперничеством стран в Восточном Средиземноморье. И это вынудило страны сотрудничать, чтобы максимизировать свои интересы. Впервые же в это время в официальной власти тогда уже объявили общественность о дипломатических контактах на уровне Министерства иностранных дел Египта и Турции. В марте 2021 года занимавший тогда пост главы МИД Турции Мевлучау Шоглу объявил о скором изобновлении дипломатических контактов. В 2022 году на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в Катаре состоялась короткая встреча президентов Египта и Турции. В конце февраля нынешнего года глава египетского МИД Сэмик Шукри посетил пострадавшее землетрясение город Адана на юге Турции. «Нормализация отношений между Турцией и Израилем, Турцией и Саудовской Аравией, странами Берсидского залива в целом, это всё говорит нам об изменениях во внешней политике Турции, которые направлены на создание новых региональных альянсов». Турция и Египет спустя 10 лет после событий 2013 года полностью восстановили дипломатические отношения и назначили послов. 4 июля текущего года было объявлено, что дипломатическую миссию Египта в Анкаре возглавят Амэр Аль-Хамами, а Турции в Каире – Салих Мутлу Шен. В соответствующем сообщении МИД Турции говорится, что этот шаг будет содействовать нормализации двусторонних отношений и отражать взаимную волю к дальнейшему развитию связей между турецким и египетским народами. Соближение стран способствовало положительные шаги стран по отношению друг к другу. Например, то факт, что аргументы антитурецкого фронта во главе с Грецией и греками-киприотами не нашли поддержки в Египте, так как соглашение о континентальном шельфе между Египтом и Грецией и администрации киприотов-греков, по мнению египтян, они не совпадали с принципами справедливости. И в этом плане Египет остается в накладе. Ранее в визите президента Египта Абдель-Фаттаха Ассиси в Анкару сообщило турецкое издание британской газеты «Индепендент». Однако, как стало известно, визит был отложен, так как египетский лидер решил принять участие в форуме «Россия-Африка». Лили Гусейнли, Си-Би-Си. В центре Таганрога Ростовской области России взорвалась ракета. По данным Минздрава, пострадали 14 человек. Минобороны России обвинила Украину в ракетном ударе по городу. В местных телеграм-каналах появились видео с места взрыва. Его причина не была понятна, но вскоре губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что взорвалась предположительно ракета. Погибших при взрыве нет, но есть раненые. Министерство обороны России заявило, что в Таганроге упали обломки перехваченной в воздухе украинской ракеты. По заявлению ведомства, с территории Украины была запущена переоборудованная в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВОЦ-200. Позже Российская Минобороны сообщила о второй сбитой ракете над Ростовской областью. По сообщению ведомства, еще одна ракета комплекса ПВОЦ-200 была перехвачена в небе над городом Азов. Обломки этой ракеты упали в безлюдной местности. Власти Украины произошедшее не комментировали. По случаю празднования 70-летия с момента окончания Корейской войны министр обороны России Сергей Шойгу посетил с официальным визитом в Северную Корею. Также глава оборонного ведомства России ознакомился с ракетами и дронами производства КНДР. В ходе визита Шойгу заявил об укреплении военных связей Москвы и Пхеньяна. Визит министра обороны России Сергея Шойгу в Пхеньян прошел на фоне роста геополитической напряженности между США и КНДР. В частности, из-за войны в Украине и подозрений Вашингтона, что Пхеньян поставляет Москве оружие. Так, многие мировые СМИ сравнили визит Шойгу в Северную Корею с посещением оружейного магазина. Ведь делегация Министерства обороны России изначально была приглашена в эту страну для участия в праздновании 70-летия с окончания Корейской войны. Но позже в прессе появились фотографии Сергея Шойгу, осматривающего выставку оружия, среди которых баллистические ракеты и беспилотники самолетного типа. США уже ранее заявляли, что Россия начала покупать снаряды у КНДР, которые находятся под западными санкциями. В частности, еще осенью 2022 года звучали версии о поставках в Россию артиллерийских снарядов и ракет ближнего радиуса действия производства КНДР. Москва и Пхеньян тогда категорически отрицали это. Уже неоднократно поднимался вопрос участия северокорейских военных в специальной военной операции. Возможно, это были вбросы, но любые вбросы имеют основания. Военные поставки тоже не исключаются. И хочу напомнить, что Северная Корея называется порой страной, имеющей четвертую армию в мире. Поэтому запасы вооружения у страны глобальные. И, безусловно, они могут быть использованы в том числе и в рамках торговли с Российской Федерацией. Определенные поставки северокорейского оружия, точнее, наверное, не оружия, а боеприпасов. Они, возможно, уже были. Российские источники говорят, что главный интерес российской стороны к артиллерийским снарядам. Снаряды 152 мм, совместимые с советской артиллерией. В случае с Северной Кореей речь идет о боеприпасах, прежде всего, еще советского образца. Их запасы есть в Северной Корее, ну и что-то они изготавливают для себя. У России в связи с очень большими затратами боеприпасов на войне против Украины ощущается определенный дефицит этого ресурса. Поэтому договариваются, вот насколько можно судить даже по российским источникам, прежде всего про боеприпасы и прежде всего про артиллерийские снаряды. Визит Шойгу в Северную Корею подразумевал обсуждение развития военно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Однако, по словам экспертов, визит с Кореей носил политический характер, так как помимо военной сферы Россия и КНДР хотят углубить сотрудничество и в ряде других областей. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обсудили вопросы в области национальной обороны и международной безопасности. Минобороны России, в свою очередь, также заявило об укреплении военных связей между странами. Визит российского министра обороны в Северную Корею имеет огромное значение для дальнейшего укрепления военно-технического и экономического и политического сотрудничества между нашими странами. Соответственно, в рамках этого визита ожидается и то, что Россия выйдет из тех санкционных пакетов, которые она подтверждала в рамках деятельности ООН по отношению к Северной Корее. И, соответственно, будет сделан еще один шаг к прорыву в экономическом сотрудничестве. То, что поехал туда Шойгу на празднование юбилея и окончания Корейской войны, это очень показательно. Это не только такой символический визит, не только знак благодарности за поддержку Северной Кореи. Северная Корея, я напомню, одна из немногих стран. Их буквально можно пересчитать на пальцах одной-двух рук, которые постоянно поддерживают Россию в Генеральной Ассамблее ООН. Голосуют вместе с Россией. Или за, или против. Таких стран очень мало. Даже Китай, Иран, страны Индии, которые, в принципе, имеют отношение с Россией, но они воздерживаются по многим конфликтным темам. Не голосуют вместе с Россией. Северная Корея всегда вместе. Северная Корея по праву считается одной из самых закрытых стран мира. О ее военных программах известно не так много. На одном из совместных снимков Сергея Шойгу с Ким Чен Ином видно, что тактико-технические характеристики боевого дрона были размыты до неузнаваемости. Но фотографии полетов видны довольно хорошо. Тем не менее, западные СМИ уверены, появление дронов северокорейского производства в Украине вряд ли останется незамеченным. Особенно после того, как они попали в кадр фоторепортеров и были замечены со спутника на военном аэродроме в КНДР. Исторический визит премьер-министра Грузии в Китае сегодня Ираклий Гарибашвили и Си Цзиньпинь поднимут двусторонние отношения на новый уровень. Будет установлено стратегическое партнерство. По мнению экспертов, это даст еще больше возможностей для развития торгово-экономического партнерства и осуществления новых проектов. Это также окажет влияние и на регион Южного Кавказа. Двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень. Страны устанавливают стратегическое партнерство. Об этом сегодня заявил председатель Китайской народной республики Син Цзиньпинь на встрече с главой грузинского правительства Ираклием Гарибашвили. Принимая это за новую отправную точку, Син Цзиньпинь указал на то, что Китай и Грузия должны вместе содействовать прочному и устойчивому развитию стратегического партнерства. «Китай всегда считал Грузию хорошим другом и надежным партнером. Для нас не имеет значения, как будут развиваться события на международной арене. Отношения Китая к Грузии останутся неизменными. Мы должны работать сообща, чтобы дать импульс еще более интенсивному развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества». Ираклием Гарибашвили, в свою очередь, поблагодарил Син Цзиньпиня за решение повысить отношения между странами до уровня стратегического партнерства и заявил о поддержке Тбилиси «Принципа одного Китая». «Это исторический визит для меня. Тбилиси высоко ценит многолетнюю дружбу и сотрудничество с Пекином. Я благодарен вашему решению укрепить наши отношения, повысив их до уровня стратегического партнерства. Считаю, что этот шаг принесет взаимовыгодные результаты для обеих стран. Хочу также отметить, что Грузия решительно поддерживает «Принцип одного Китая». Мы неоднократно подчеркивали эту позицию и продолжим делать это в будущем». Тбилиси и Пекин установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор страны сотрудничают на основе принципа равенства и взаимного уважения, поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга. Сейчас основное внимание сфокусировано на экономическом сотрудничестве. Китай – третий по счёту главный торговый партнёр Грузии. Товарооборот между двумя странами растёт ежегодно. С момента установления дипотношений объём двусторонней торговли увеличился в 400 раз и в прошлом году составил около 2 миллиардов долларов. Это почти на 26% больше, чем в 2021 году. Между странами подписано и соглашение о свободной торговле, которая предусматривает освобождение примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Естественно, этот визит нужно рассматривать в геополитическом контексте. В первую очередь дело касается, конечно, срединного коридора Южного Кавказа, в котором заинтересованы не только наши страны, но и в первую очередь Китай, естественно. Разговор идёт о коридорах Юг-Север, Север-Юг, а также, естественно, Восток-Запад. В этом коридоре заинтересована, естественно, Европа. Инвестиции Пекина в транспортную инфраструктуру могут обеспечить Китаю присутствие на Южном Кавказе. Несмотря на то, что участие Китая в основном касается экономической сферы, оно может быстро перерасти в политическое. Ведь роль Китая в развитии среднего коридора значительно повысит авторитет и влияние Пекина в регионе. В частности, есть интерес к инвестициям в Порт-Анаклия, на который также засматривались и Соединённые Штаты. Порт-Анаклия – это аналог порта Алят, чтобы понимали наши зрители. И Китай дважды уже пытался получить подряд на его строительство. Дважды это было заблокировано. С другой стороны, американцы получили и тоже не получалось, тоже сорвали. То есть, понятно, что Порт-Анаклия является западными воротами не на Южный Кавказ, а на всю Центральную Альтуру. В Азии вообще. Это самый глубоководный порт на Чёрном море. Респонденты уверены, будущее стратегическое партнерство подразумевает не только углубление торгово-экономических связей, но и в том числе гарантии безопасности для всего региона Южного Кавказа. Подводя итоги первой половины 2023 года, можно констатировать позитивную динамику азербайджанского рынка ценных бумаг. Как сообщили на Бакинской фондовой бирже, за счетный период объем операций, совершенных на этой торговой площадке, приблизился к сумме 8,8 млрд манатов. В том числе без малого 3 млрд манатов пришлось на сделки на первичном рынке. В целом, позитивная динамика, наблюдавшаяся в прошедшем году, сохраняется. Ну а подробнее о результатах работы в первом полугодии нам рассказали на Бакинской фондовой бирже. За прошедшие 6 месяцев общий объем операций с ценными бумагами на Бакинской фондовой бирже составил 7,7 млрд манатов. На первичный рынок пришлось 2,926 млн манат, вторичный рынок составил 939 млн манат. Общий объем операций по сделкам РЭПу составил 3,929 млн манат соответственно. Первичный рынок государственных облигаций показал заметный рост по сравнению с предыдущим периодом. Так, общий объем размещенных облигаций Министерства финансов составил 1 млрд манат и по сравнению с 2022 годом вырос на 55%. За прошедшие 6 месяцев 2023 года общий объем корпоративных ценных бумаг показал существенный рост. Объем рынка вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составив 680 млн манат. Общий объем операций по сделкам РЭПу с государственными ценными бумагами вырос на 73%, составив 3 млрд манат. В период с апреля по июнь на Бакинской фондовой бирже были размещены ценные бумаги следующих эмитентов. Falcon Finance разместила облигации на сумму 700 тыс. манат. Max MMG Partner Finance Legion Finance разместили облигации на сумму 500 тыс. манат каждая. GL BOGT разместила акции на сумму 50 125 манат и облигации на сумму 400 тыс. манат соответственно. Ну что ж, это был вечерний выпуск новостей. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всего доброго.